Здравствуйте! Вы смотрите Главные новости. В студии я Ростислав Белык. Индустриальный директор по авиационному кластеру госкорпорации Ростех Анатолий Сердюков побывал в Орловском регионе. Он провел встречу с губернатором Вадимом Потомским, а также членами правительства. В программе визита посещение ряда предприятий и индустриального парка «Зеленая роща». Наталья Пехтерева далее с подробностями. Ростех намечает пути взаимодействия с Орловской областью. Сейчас госкорпорация, в составе которой почти 700 организаций и компаний, в том числе оборонно-промышленного комплекса, активно сотрудничает с регионами. Накануне федеральные СМИ сообщали, что президенту Владимиру Путину представили уникальный проект Ростеха в ходе визита в Тульскую область. Это индустриально-творческий кластер на базе завода «Октава». Основная миссия Ростеха, как указано на официальном сайте госкорпорации, содействия государственной политики по развитию и модернизации промышленности, инновационному развитию экономики России. Вместе с губернатором Вадимом Потомским, индустриальный директор авиационного комплекса госкорпорации Анатолий Сердюков посетил предприятие, где могут быть размещены новые производства Ростеха. Первый пункт – Дармаш. Министерство промышленности совместно с правительством региона сейчас предпринимает комплекс мер для того, чтобы вдохнуть в завод новую жизнь. Все в рабочем состоянии абсолютно находится. Прибывала сюда комиссия по поручению министра Мантурова. Смотрели все полностью, находится в рабочем состоянии. Ничего абсолютно отсюда не было утрачено. То есть все оборудование как есть, можно в любой момент запустить. Но завод испытывает сложности с оборотными средствами. Далее завод «Орлекс» – некогда одно из крупнейших предприятий российского приборостроения и филиал «Орловский ОАО «Северсталь Метис». Сколько работало, когда завод работал? Сколько людей работало? В советское время, говорят, 12 тысяч человек работало. Тогда в данном помещении 2,5 тысячи. Здесь даже парикмахерская была, ремонт обуви. Все свое. Все свое, да. Затем делегация во главе с губернатором Вадимом Потомским отправилась в Амцентский район. Место мы это рассматривали как под особую экономическую зону. Немножко не успели. Ну, вот вы сами сегодня подсказали территорию опережающего развития. Эта программа, она существует, сохранена. Если якорь здесь, рост технологии придумать, как бросить, мы уйдем на территорию опережающего развития. Это та же налоговая база по послаблению. Хорошо, спасибо большое. Индустриальный парк «Зеленая роща» создан для того, чтобы обеспечивать поддержку высокотехнологичных производственных компаний. Есть, кто готов, здесь можно все, что угодно размещать. Все готово для размещения предприятия. Если, предположим, мне нравятся старые цеха, вот, пожалуйста. Здесь же есть возможность под вертолетной площадкой, под, кстати, от этого места до... Да, она была спозиционирована, да. Здесь и по железной дороге решения все можно найти, и до аэропорта южный, который здесь недалеко расстояние. То есть, вот такой центр связи очень хороший. Да, супер. Здесь уже действуют два резидента. Производство открыла центральная крупенная компания «Инценский завод по обработке цветных металлов». Подписано последнее соглашение, буквально, это строительство предприятия по производству детского питания международной компании «Атлантик Групп». На сегодняшний день территория парка обеспечена всей необходимой инфраструктурой. Мы можем сегодня единовременно подать 5000 кубов газа, 1800 кубов воды. Также ее сбросить, соответственно, по сетям канализации. Дорога построена 10-мегаваттная подстанция. Сегодня в нашей области акцент сделан на развитии инфраструктуры для бизнеса, укреплении инвестиционного климата. Как говорит губернатор Вадим Потомский, рост инвестиций приводит к созданию новых рабочих мест. Инфраструктуры напрямую влияют на уровень и качество жизни орловчан. Еще один объект делегация посетила в поселке Вятский Посад. Здесь будет открыт крупнейший православный центр на тысячу человек. Его возведение губернатор Вадим Потомский контролирует лично. Наталья Фехтерев, Эдуард Чернаускас, телеканал Первой областы. Газ пришел в населенный пункт Крамского района, деревню Раздольную. Земельные участки здесь раздавали в том числе и многодетным семьям. Мы получили данный участок в 2011 году. Мы его взяли в аренду, построили на нем дом, перевели собственность, все мы его выкупили. И вот с 2011 года здесь было абсолютное поле потихоньку. Тандемия с администрацией районной, мы его благоустраиваем. Свет подвели, теперь, слава богу, газ подвели. Факел с природным газом в пятницу зажег заместитель губернатора по строительству топливно-энергетическому комплексу ИЖКХ Александр Ремига и глава Крамского района Иван Митин. Орловская область практически вся газифицирована. Этим похвастать могут не все регионы, отметил Александр Ремига. Я могу сказать, что в целом наша область входит, пожалуй, в пятерку регионов на территории Российской Федерации. Потому что уровень газоснабжения у нас населенных пунктов достигает практически 95%. Сельских поселений 89%. То есть, если в среднюю взять цифру, она превышает 90%. И, безусловно, на территории России мало примеров. Кстати, три года понадобилось, чтобы в деревню Раздольный пришел газ. В планах строительство в этом населенном пункте детского сада и магазина. К активному развитию на территории Орловской области представители региональной власти призвали операторов связи. Совместное совещание провел Геннадий Парахин, руководитель Департамента промышленности и связи. Сейчас уже правительством Российской Федерации и нашим министерством, Минпрометриумом, ставится задача развивать сети промышленного интернета, интернета вещей. И без развития сетей никак нам двигаться нельзя. Более 300 населенных пунктов в Орловской области на сегодняшний день не покрыты сетями сотовой связи, либо имеют изношенные мобильные системы. От лица правительства региона Геннадий Парахин призвал представителей компаний сотовой связи к открытому диалогу и совместной продуктивной работе. Мы предлагаем объединить все ваши потребности в единую сеть и построить единую сеть. Таким образом, это позволит нам в несколько раз сокращать капитальные затраты на период строительства. Это раз. Второе. Мы как органы государственной власти обещаем вам стопроцентное содействие, полное содействие в оформлении разрешительской документации, проектной документации, исполнительной документации, разрешения на строительство и так далее. А сейчас новость для автомобилистов. Стали известны результаты экспертизы приборов видеофиксации, установленных на Герцинском мосту. Поверку камер после многочисленных жалоб орловских водителей провели специалисты управления ГИБДД и Орел Транссигнал. Напомним, за два последних месяца камеры на Герцинском мосту зафиксировали более 9 тысяч нарушений скоростного режима. Однако с таким решением большинство водителей не согласилось, указывая на соблюдение ПДД. Вердикт же оказался не в их пользу, штрафы оплатить придется. Экспертиза показала, прибор работает исправно, никакого сбоя после установки нового программного обеспечения выявлено не было. Протокол испытаний имеет следующие данные. Да, имеется погрешник, который составляет плюс один, минус один километр. Прибор работает корректно, все постановления, которые вынесены до этого, вынесены на законном основании. Сегодня к нам приходили граждане, мы показали им видеоролики, на которых, где они поэтапно увеличат скорость. Они понимают, что подъехал только к прибору, в это время не сбавляют скорость до 70. Как только прибор проезжает, они скорость увеличивают. Почему скорость и получил 70, и в него зона фиксации 50 метров. А водители, к сожалению, этого не знают. И он уже берет ее либо переднюю часть, либо заднюю часть при превышении, и срабатывает прибор, и показывает такие показания 83-84 километра. Какие, если будут основания к отмене того вольного постановления, мы готовы их рассмотреть. На Орловщину прибыли гости из Москвы, Санкт-Петербурга и регионов ЦФО, чтобы узнать, кто сильнейший на ковре. В пятницу стартовал масштабный турнир по вольной борьбе на призы губернатора Орловской области Вадима Потомского. На открытие первенства побывал наш корреспондент Андрей Деркач. Еще летом Орловские борцы начали готовиться к турниру на призы губернатора области Вадима Потомского. На участие в первенстве хозяева ковра заявили порядка 100 спортсменов. Всего же из Центральной России в Орловской области прибыло 450 борцов. Разрешите поприветствовать вас от имени губернатора Орловской области Вадима Владимировича Потомского от имени начальника управления физической группы в Орловской области в Мурске Александра Евгеньевича. Пожелать вам, во-первых, успехов, чтобы вы победили крепкого здоровья, поздравить вас с этим замечательным праздником. Конечно, поблагодарить за то, что вы поддерживаете здоровый образ жизни. Вольная борьба стоит особняком среди боевых искусств. Помимо того, что борцы не бьют, а применяют в схватке набор технических приемов, она еще и уделяется своей философии. В первую очередь, это уважение к сопернику как на ковре, так и за его пределами. Осталось упомянуть о физической подготовке спортсменов. Применяя на ковре вышеупомянутые приемы, в работу включаются все группы мышц. 52 комплекта наград уже ждут своих обладателей, но получить столь желанную медаль не так просто. На протяжении двух дней турнира борцы выходят на ковер с единственной целью – положить на лопатки соперника. Выход в следующий этап состязания себе обеспечил юный борец из Курчатова. По словам Матвея Богатищева, он, как никто другой, знает, как разобраться с соперником и приблизить победу. На другом ковре разыгралась нешуточная борьба за первое место. Опыта ему не занимать. Андрей Калашников в борьбе 8 лет. Кандидат в мастера спорта в финале боролся, как в последний раз. Среди других на ковре его выделяет труд, утверждает тренер спортсмена. Человек, он ценен не тем, что он одаренный, а самый дар Божий – это трудолюбие. Вот он обладает этим даром. Который сполна дал свои плоды и, как итог, победа. Первое место в турнире в своем весе. Ну, финальная схватка была очень тяжелая, остальные – ну, нелегко и не тяжело. По итогу состязаний призеры отправятся в Брянск. 19 сентября там стартует первенство ЦФО, а далее борцов ждет всероссийский этап. Андрей Деркач, Сергей Руднев, телеканал «Первый областной». Для них рай на земле у лошади на спине. Вледно стартовали чемпионаты первенства Орловской области по конному троеборью. Всадники из Орла и ближних регионов приехали побороться за звание чемпиона, точнее чемпионов. Ведь работают они в паре с ретивым товарищем. Какие испытания проходят спортсмены и как добиться успеха, расскажем далее. Первенство Орловской области по конному троеборью началось с самого на вид простого испытания – манежной езды. Но это только со стороны и кажется, что все просто и спокойно. Это фигурное катание на лошади. Каждый спортсмен показывает элементы высшей школы верховой езды. За элементы на разных аллюрах, то есть походках лошади, шаг, рысь, голоб, всадники получают баллы. Второй этап – конкур. Это такой, скажем так, вид фундаментального спорта – преодоление барьеров. Восстанавливается определенное количество, ну, как правило, 12 препятствий, высоты, также по уровню соревнований, через которые садники совершают прыжки. Барьеры разрушаемые. За каждое разрушение барьера начисляется также определенное количество штрафных очков. Третий этап – кросс. На барьерах нельзя совершать ошибки, чревато падением. Но спортсмены здесь уже опытные. Прежде чем выступать на соревнованиях высокого уровня, всадники занимаются своими лошадьми как минимум 4 года. Тренировки каждый день, плюс интенсивный уход за своими товарищами. В прошлом июле летом мы его купили, и вот с июля я с ним чищу, кормлю, занимаюсь все это каждый день. Мне нравится тем, что занимаешься вот с такими животными, интересными, грациозными. Разрешение на проведение соревнований по конному троеборью база «Ледно» получила только в этом году. Трасса прошла специальную аттестацию. В субботу завершится последний этап этих соревнований, и начнется чемпионат по конкуру. Анна Маричева, Сергей Руднев, телеканал «Первый областной». Мы продолжаем рассказывать вам о тех местах Орловщины, которые обязательно стоит посетить не только туристу, но и всем жителям нашего города. Орел часто называют третьей литературной столицей. Как говорил Лесков, он вспоил на своих мелких водах столько русских литераторов, сколько не поставил их на пользу родины никакой другой русский город. Сегодня отправимся в музей Николая Лескова. Экскурсию проведет Анна Маричева. Музей Николая Лескова считают уникальным. Во-первых, расположен он в особняке второй половины 19 века, который стоит на месте усадьбы семьи Лесковых. Во-вторых, там расположилась большая экспозиция с подлинными вещами самого Николая Семеновича. Один из самых интересных залов – воссозданный петербургский кабинет писателя. Экспонаты оригинальные пережили блокаду Ленинграда в годы Великой Отечественной. Это была очень яркая, своеобразная, пестрая комната, что она создавала ощущение вот такого уюта, передавала настрой самого писателя, говорила о его характере. Лесков был таким очень страстным человеком, и вот эти увлечения в жизни, какие-то собирательства, коллекции, они отражались и в творчестве. Старинные шкатулки, подсвечники и произведения живописи – ими были увешаны все стены кабинета. Лесков собирал минеральные камни различные, у него была целая коллекция минералов, к сожалению, которая не сохранилась. Сохранился только один камень, это, по всей видимости, кварц. Его Лесков использовал как пресс для бумаг. Еще один зал – литературные свидетельства Лескова, его связь с творческими товарищами. Рядом предметы мебели и личные вещи писателя и его семьи. Это горка с посудой семьи Лесковых, два лесковых подлинных стула из красного дерева, обитых кожей, и письменный стол писателя. На столе лежит письмо, которое Лесков адресовал Толстому. Можно рассмотреть мелкий бисерный почерк Николая Семеновича. Вы можете видеть чернильницу и подсвечники настольные, держатель для бумаг резной, и большую чайную кружку, из которой Николай Семенович пил очень крепкий, как мюнхенское пиво-чай. В одном из залов находится витрина с дорожными вещами Лескова со времен, когда он служил в торговой фирме. Перед нами дорожная шкатулка для письменных принадлежностей, кожаная внутри набита бархатом, сюда входили письменные принадлежности. Здесь же два маленьких подсвечника, представленные рядом дорожных, и маленькая коробочка для марок. Ну и здесь же в этой витрине представлен заграничный паспорт Николая Семеновича Лескова. Он в 1962 году едет впервые за границу, путешествует по Европе. В зале, посвященном Орловскому творчеству писателей, есть еще один интересный экспонат. Первая азбука Лескова. Это новая российская азбука 1819 года. В книге всего 8 листов. Мне представлены образцы букв, цифр, таблица умножительная, как ее тогда называли, и образцы написания писем к людям различных должностей и званий. И дети уже с изучением грамоты должны были знать, как такие письма оформлять, как их писать. Орловский музей – единственный в мире, который так детально и подробно рассказывает о жизни и творчестве писателя. Все экспонаты передали сюда родственники Лескова. Здесь много всего интересного. Так что добро пожаловать. Анна Маричева, Павел Джумабаев, телеканал «Первообластной». «Человек вне времени» – так отзываются о Людмиле Парицкой друзья и коллеги. Поклонники творчества и известные орловские художницы пришли поздравить ее с юбилеем на открытии персональной выставки мастера в залах областного выставочного центра. Андрей Турбин с подробностями. Сегодня мне исполнилось 70 лет. Браво! Да браво-то браво! Просто когда-то… Ну ладно, давай. Когда-то мне казалось это глубокой старостью. А сейчас, я думаю, жизнь только начинается. Поверить в то, что ей уже 70 трудно. Обаятельная и легкая. Кажется, что она шутя скользит по жизни. Однако легкость – это отраженная и в работах Людмилы Парицкой только внешняя. За всем этим стоит упорный труд и, конечно, талант, проявляющий себя во всем, включая индивидуальный стиль художницы. Просто красивая женщина. В свои 70 лет она, я говорю, на переходах мужчины забывают на старт нажать, чтобы заглядываться на нее, когда она переходит дорогу. Образить того, как должна женщина нести себя через жизнь, как она должна выглядеть. По-моему, все, весь город восхищается. Ею не верят вообще в такую дату. И, конечно, личность. Очень принципиальная, очень яркая, действительно, не требующая никаких, не ждущая никаких наград, никаких преференций в этой жизни. Пожалуй, за последнее время это самая большая выставка Людмилы Парицкой не только по количеству работ, но и по широте представленных номинаций. Зрители могут увидеть классические афорты, с которых художница когда-то начинала выставляться в Орле, яркую эффектную живопись, разнообразный дизайн проекта, а кроме того, образцы ирландского кружева, плетением которого Парицкая владеет в совершенстве. Много интересных работ, кстати, в необычной технике, не в технике, а классической живописи. Очень декоративные, интересные по цвету, свету. И вообще, честно говоря, открыла для себя эту художницу сегодня как бы впервые. Внешне ее работы выглядят как образцы салонного искусства, но присмотревшись, едва ли не в каждой найдется философский подтекст и глубокий смысл. Да и сам термин «салонный» в современных реалиях означает не ярлык, а скорее успех у зрителя. Многие избегают этого термина, но тем не менее, это говорит, во-первых, о востребованности художника, во-вторых, о определенном предназначении этих работ. Наверное, они очень хорошо и органично смотрятся в изысканных интерьерах, в хорошо обставленных загородных домах, в больших квартирах. И то, что художник на сегодняшний день востребован, то, что его заказчики многочисленные, любят и ценят ее творчество, наверное, сегодня в нашем мире это очень важно. Те, кто хорошо знаком с Людмилой Парицкой, отмечают ее творческий подход ко всему, за что бы она ни бралась, будь это живопись, музыка или создание интерьеров. Никаких громких официальных речей, только живое общение в формате светского раута. Противница официоза Парицкой отвергает формальный подход к искусству, что, впрочем, вовсе не означает поверхностного отношения к своему делу. Когда меня спрашивают, почему я так выгляжу, я говорю, что работаю по 14 часов в сутки, очень мало смотрюсь в зеркало и не обращаю внимания на то, старею я или нет. Понимаете, когда занимаешься творчеством искренне, не для денег, я повторяю, а искренне, просто как дети рисуют. Вот я рисую и вообще занимаюсь этим, как ребенок. То есть это все идет просто от меня, я не думаю, что я за это получу. Я получаю страшное удовольствие вот от этого самого творческого процесса. И вот это именно и держит, и на плаву, и внешне, и физически, и юмор остается, и мозги работают. Только когда ты занимаешься творчеством искренне. Работы Людмилы Парицкой нужно смотреть внимательно. Ведь, по словам самой художницы, они все с двойным, а то и с тройным дном. В любом случае смотреть стоит. Андрей Турбин, Сергей Руднев, телеканал Первый областной. Главное музыкальное событие осени состоится в эту субботу. Финальный концерт фестиваля «Охота на дичь» прогремит на открытой площадке «Грин Эйр». На протяжении нескольких месяцев экспресс-радио «Орел» совместно с корифеями рок-музыки Дмитрием Спириным, Алифтиной и Дмитрием Жвакиным выбирали лучшую начинающую группу России. В финал вышло шесть коллективов из Ижевска, Брянска, Воронежа, Вологды. Путем СМС-голосования победил брянский коллектив «Таргет Одиенс». Предпочтение им отдали 696 человек и теперь ребята выступят на одной сцене с именитыми артистами. Это ковер-бенд «Ракеты из России», состоящий из музыкантов групп «Тараканы» и «Наив», операция «Пластилин», «Лос Крокодилос», «Кофешоп», «Туризм», «Андервейт оф Парадайз» и группа и победительницы первого сезона из города Карачев «Селф Рейсерс». Начнется фестиваль по традиции с мотопробега. Старт в 15.00 от ТРЦ Рио. Колонна проследует до Грина, где в 16.00 состоится основное музыкальное действие. С подробной программой концерта вы можете познакомиться в группе в социальной сети под одноименным названием «Охота на дичь». На этом все. Интересную информацию сообщайте нам по телефонам редакции 76 10 28, а также 508 088. В студии был Ростислав Белык. Всего вам доброго. Сенсация! Бриллиантовый цирк Якутии! Завораживающая битва шаманов, чудеса и пилибристики, животные севера, медведи. В уникальном шоу «Тепло вечной мерзлоты». Грин-центр 63 04 94. Школу! Я не готов! Во всех магазинах компании «Оптимист». Только до конца месяца. Скидка 50% на все рюкзаки из новой коллекции. Знают взрослые и дети о том, как мы вкусно и душевно печем. Брян конфли! Готовим вкусно, словно мама. Где бы ни был ты, возьми с собой брян конфли. Брян конфли! Всегда уютно рядом с нами. Приходи с друзьями в семью брян конфли. Брян конфли! Попробуй и ты! Бархатный сезон в микрорайоне 1. Только до конца сентября квартира в новостройках. 29 тысяч рублей за квадратный метр. Забирай свою быстрей. Количество квартир ограничено. Подробности акции в отделе продаж по телефону. 49 54 54. Крупная аптечная сеть «Сердце Карелии» приглашает на работу на территории Республики Карелии и Мурманской области фармацевтов и провизоров. Оплата проезда до места работы, оплата аренды квартир, ежегодный оплачиваемый отпуск, заработная оплата от 30 до 60 тысяч рублей. Продолжение следует... Подробная информация по телефону. 59 96 04. Бархатный сезон в микрорайоне 1. Только до конца сентября квартира в новостройках. 29 тысяч рублей за квадратный метр. Забирай свою быстрей. Количество квартир ограничено. Подробности акции в отделе продаж по телефону. 49 54 54. А Рилтикмаш приглашает на работу мастера деревообрабатывающего цеха. Мы предлагаем возможность высокого заработка, своевременную выплату заработной платы, оформление по ТК, полный соцпакет. Обращаться по адресу. Улица Московская, дом 155. Телефон 54 91 73. Компания «Зенит» предлагает квартиры в новом жилом доме по адресу Старомосковская 23. Закрытая территория, развитая инфраструктура, транспортная доступность. Рядом школа и детский сад. Звоните 44 50 60. Аптека на Московской? Да, мне всегда можно купить все необходимые лекарства. Она работает круглосуточно и днем, и ночью. Это очень удобно. Можно получать лекарства, заказанные на сайте аптека.ру. В аптеке не только лекарства, но и средства для красоты и здоровья. Аптека на Московской. Нам 60 лет. Проверено временем. Санаторий «Лесной» проводит акцию. Спешите приобрести путевку на 12 дней. Всего за 15 600 рублей. Телефон 33 00 32. Экспресс-радио представляет. Фестиваль «Охота на дичь». 10 сентября на сцене «Грин Эйр». Селф-рэйсерс, Инель Гердис, Кофешоп, Андервейт оф Парадайз, Туризм, Лоск Рокодилос, Операция Пластилин, Дмитрий Спирин, Ракеты из России, а также победитель проекта «Охота на дичь», которого выбираете вы. 10 сентября. «Грин Эйр». Начало фестиваля в 15.00. Наши партнеры. Ведущая сеть предприятий быстрого обслуживания в России «Макдоналдс». Знаменитый вкус. Шинный центр «Протектор-57». Крупнейший поставщик шин, дисков для легковой, грузовой, спец- и мототехники. Праздничное агентство Светланы Нарышкиной. Артист. Сделай свой лучший праздник. Сайт объявлений «Моя реклама». Студия профессиональной звукозаписи «Открытый звук». Генеральный партнер проекта. Мобильный оператор «Теледва». Качественная связь и скоростной интернет по низким ценам. Здравствуйте. Время прогноза погоды на Первом областном. С вами Катерина Ясная. Посмотрим, к чему нас готовят синоптики в субботу и как изменится погода на 10 сентября. Далее более подробный прогноз. Генеральный партнер программы – сеть магазинов «Профкосмо». «Профкосмо» для парикмахеров, косметологов, визажистов, мастеров ногтевого сервиса, а также поклонников профессионального качества. Торговый центр на Черкасской, ТМК «Мегагрин», торговый центр «Грин» на Карачевском шоссе. «Профкосмо». Красота профессионально. Итак, более развернутый прогноз погоды. 10 сентября в Амцинске пасмурно, но без осадков. Днем плюс 16, ночью температура составит плюс 14 градусов. В Ливнах плюс 16, облачное, но без осадков. Ночью плюс 16. В Болхове переменная облачность, осадков не ожидается. Плюс 17, ночью плюс 14. В Орле пасмурно, днем плюс 17, ночью плюс 13. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление на границе нормы 750 миллиметров ртутного столба. Это весь прогноз погоды на субботу. Оставайтесь с нами. Наши партнеры. Магазин, проект мебель, скидки на кухне до 50%. Город Амцинск, улица Тургенева, 137. Улица Машиностроителей, 19. Туристическое агентство «Мечта», которое осуществит ваши мечты о жарком лете. Советская, 25 и торговый центр «Малиновая вода», 4 этаж. Торговый дом «Солнышко» поможет создать комнату вашей мечты. Опытные мастера сошьют шторы по вашим размерам. Медицинский центр «С-Класс Клиник Орел». Современная косметология на страже вашей красоты. Консультация косметолога бесплатна. Удачных выходных и берегите себя. До новых встреч. Добро пожаловать на территорию «Профкосмо». Профессиональная косметика и аксессуары для волос и ногтей от российских и зарубежных производителей для самых требовательных покупателей. И самое главное, для вас уникальные рецепты красоты от лучших специалистов. Каждый рецепт – это индивидуальная рекомендация по подбору средств, которые подходят именно вам. Вы получите ответы на любые вопросы об уходе, восстановлении и укреплении ваших волос и ногтей. «Профкосмо». Красота. Профессионально. Решили сменить кухню? Да, в магазине «Проект мебель». Скидки на кухне до 50%. Например, кухня «Татьяна» 1,6 метров со скидкой 50%. Всего за 6550 рублей. За мир дизайн-проект, сборка, установка, доставка бесплатна. Туристическое агентство «Мечта» с вами уже 11 лет. Нам доверяют, и мы стараемся стать еще лучше. Спасибо, что вы с нами. Ваш отдых в надежных руках. Наш телефон 71-75-51. Мечты о жарком лете осуществить в турагентство «Мечта». Торговый дом «Солнышко» готов разрушить миф о том, что красивые и качественные шторы – это дорого. Приходите и убедитесь в этом сами. В продаже новой коллекции от 150 рублей за метр. Услуги дизайнера. Пошив штор на заказ. Ждем вас по адресу. Перелок почтовый, дом 8, телефон 43-70-70. Современная косметология ВС-класс клиник. Омоложение и подтяжка лица. Удаление волос, инъекции красоты, коррекция фигуры. 44-09-09.